В Казахстане на государственном уровне решили искоренить бытовое насилие для пилотного проекта, выбрана Южно-Казахстанская область. Понимая всю сложность предстоящих задач, аккумулированы все силы, начиная от административного ресурса и правоохранительных структур до представителей общественного и международного сообщества. Только в 2016 году нашим матерям присвоено 547 почетных званий Кумысалха и 7 Алтналха. Однако, к сожалению, у нас, как и в других регионах, отмечаются факты насилия в семье, когда муж поднимает руку на свою супругу или на детей. Женщины и малолетние становятся жертвами преступников на улице. Страшно то, что жертвам наносится глубокая психологическая и физическая травма. Это негативно отражается на всей жизни человека. Поэтому нам, сообща, нужно комплексно выявить скрытые причины, выработать практические и правовые меры искоренения бытового насилия. Общую концепцию проекта представил заместитель генерального прокурора. И главный вопрос, на который нам предстоит найти ответ, как более эффективно защитить наших граждан от бытового насилия. И по пути нам придется разобраться с системными проблемами в работе госорганов, в том числе и с так называемой палочной системой и формализмом. Понять, почему мы не можем наладить системное взаимодействие и контроль. Почему стараемся не замечать проблемы, думая, что это чужие семьи. И нечего туда лезть, пока не поднимается шум в средствах массовой информации. И мы сейчас уже уверены, что если бы нашли пути реагировать заранее, возможно, кого-то трудоустроили, кого-то обеспечили жильем, медикаментами, то многих плачевных ситуаций мы могли бы избежать. Одним из нововведений станет образование на базе Акимата Управления по делам семьи, детей, молодежи и пожилых людей. Впервые в рамках проекта будет проводиться психокоррекция с семейными дебоширами. Для этого Центр временной адаптации и детоксикации бывший медвотрезвитель будет преобразован в Центр по работе с агрессорами. Проект уже привлек внимание не только в Казахстане, но и в дальнем зарубежье. Эта работа является все-таки первой не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Поэтому ее результаты будут важны не только для Южно-Казахстанской области Казахстана. Эти результаты мы обязательно будем распространять среди наших партнеров и в Центральной Азии, и по нашему широкому региону Европы и Центральной Азии. Помимо пилотных мер по борьбе с насилием, планируется проведение широкомасштабной работы по оказанию помощи населению по всем социально значимым вопросам не только в городах и райцентрах, но и в отдаленных селах.